Да пребудет с вами сила, друзья мои, какая, решайте сами. То ли это будет сила лесных эльфов, то ли Мордора, то ли Саурмяна из соседнего подъезда. С вами, конечно же, Верус, и мы продолжаем играть за лесных эльфов, которые здесь вот просто героически отбились от Мордора. Тут нам чуть-чуть пополомали, ну совсем немножко. Сейчас вот так вот в очереди встрянем. Вне очереди нам только спросить, в принципе. Так что много времени мы не займем. Буквально вот спросим, и все. И все. Нам чуть-чуть спросить. Чуть-чуть совсем. Так, тебя... Вот конкретно тебе. Все-таки, наверное, лучше отправить... Может, сюда. Ладно, давай вот. Давай здесь пока тебя оставим. Пока оставим возле черных врат. И что касается вот восстановления королевства. Мы писали, да, что не нужно было кому-то там трогать лесных эльфов наших. Гладриэль. Вообще не нужно было обижать. Ну, был Трандуил, но это вроде бы не должно решать. Где-то вот король лесного королевства. Земли, земли, земли искусников. Может, его, правда, в столицу нужно отправить, и все. Пойди. И все земли вроде бы у нас под контролем. И если реально не нужно трогать сейчас вот эти кусочки. Только вот это, да? Фордрейн, наверное. Взять у них? Уи просить? Чтобы они мне его задарили за копейки. Буквально совсем за копейки. Ну, давай. Отдай мне вот это поселение. Чисто побирать. Сдать область. Вот эту. Так, я тебе делаю просто уникальнейшее предложение. Уникальное предложение, братан. Только сегодня. Только сейчас. Недавно вон черные пятницы были. Тебе повезло. Эта акция продлилась. Все. Но закрывайся. Все, отлично. Неожиданно. Я бы не сказал бы, что приятно, если честно. Нафиг они нам нужны, эти баллисты. Здесь. Сейчас. На данный момент. Вообще не к селу, не к городу. И да. Вот здесь. Так как вы говорите, что культура эльфийская поднялась слишком высоко. Меньше тридцати северяне, да? Я что предлагаю? Нафиг вообще снести мастерскую живописи. Ни к чему мне здесь эльфийская культура. Вообще ни к чему, если я не смогу медвежатников нанимать. Может начнет сейчас северская уритуль. Северочеческая. Культура расти снова. Хочется в это верить. Я уже привык, что могу нанимать таких прекрасных медвежатников. Медвежатники. Прекрасно. Помогающие нам. Самые сложные времена. Самые нереальные. Иногда реальные. Так, возгилья темы. Мы пока тоже ничего не можем нанимать. Вот здесь как раз таки культура бы очень пригодилась. Здесь орков мы никак не сможем нанимать. Орков мы использовать не сможем ни в коем случае. 19. Культура растет. Мне кажется, этот стэк скоро отважится. А их тут много. Здесь ничего может начаться. Прям вот примерно так. Прям аж можно будет взвывать. И подвывать. Ну что, давай копейщиков оставим возгильяйте. А эту армию подведем. В город ее заводить не будем, наверное. А вот останемся вот так. Караулить на улице. На стрёме, короче, будем. Немножко тек на стрёме. Чтоб не пропустить никого и ничего туда. Ну а тут продолжаем разведку Мордора. Идем. Тут в принципе дорога есть. В медиа это самый верный вариант найти. Город это идти либо по мостам, либо по дорогам. Если они есть где-то. Так как в этой версии Total War мы не знали, где, кто, зачем, почему. Здесь нам об этом не говорили. С одной стороны это и правильно, да, может быть, например, в темные века, когда отправили поход в неизведанные земли и не знали, что там найдут. Какие земли, какие города, какие народы будут нас ждать. Здесь же, по идее, просвещенный уже такой век фэнтези. Все знают, какой город. Ну там, может, какой-нибудь мелкий городишко. Но основные города, по идее, должны знать точно, где, в какой стороне приблизительно они находятся. Ну, опять же, тут, по идее, тогда игрок это определяет, да? Такую же, вот, подобную идею, что все уже знают, кто, что и для чего, реализовали в трона, да, Британии. По сути, там даже торговля была сразу автоматически со всеми, что не каждому зашло. Договариваться о торговле теперь не нужно было. Ну вот, насчет торговли, да. Насчет торговли как-то это, ну, не совсем, может быть. То, а вот, то, что все друг друга знают, ну, это даже, наверное, правильно. Вот в той части игры было. Так, Аман Ланг. Здесь вот мы пару отрядов еще наняли. Он пока что осаду не снимает, но этих ребят предлагаю все-таки отправить уже сюда. Тоже на подкрепление. Тоже на подкрепление. Будем караулить, выслеживать всех наших врагов государства. Спасибо. Спасибо. Вот. Вот приятно. Мы сейчас самое еще богатое, нет? Давайте сейчас рейтинг производства, ну, понятно. Вот. Красотища вообще. Финансовый рейтинг резко у нас вырос. Рейтинг. Блин, я ж не то клацнул. Мне ж сначала нужно было пять сильнейших. Военный рейтинг. Мы пока что даже в пятерку не входим по военному рейтингу, если так смотреть. Неудобно, что выборочные не рядом с пятью сильнейшими. Так, поклацать для показательного. Приходится заново все подбирать. Военный рейтинг. Рейтинг производства, ну, вот кто у нас просел. Эриадорчик просел, похоже, по Цветику. По Цветику, Семицветику. И Мордор просел. По территориям, кстати, Харат еще начинает опять на Гондор давить. Он там и не сильно-то теряет территории, Харат. Один город, по сути, мне кажется, так. Максимум два потерял. Там, когда Гондор отбил. Ну, а дальше... Чуть-чуть стабильности и снова рост. Финансовый рейтинг, ну, мы и Мордор обогнали. А по населению Харат. Ну, там они дикари. Будем считать их дикарями. И в целом-то Харат, да? На первом месте по общему рейтингу. Молодцы. Молодцы, никто бы не подумал. Никто бы сейчас на вас-то и не думал. Но, с другой стороны, вот Харат это самая, наверное, простая фракция. В плане вот такого прохождения. У них враг только один здесь. Это Гондор. Если не объявлять войну Мордору и Рун, то... Ну, у тебя проблем, как таковых, сильной не будет. У тебя достаточно большие территории. Ты изгоняешь, конечно, народу. Хотя я как-то начинал Захарат. Ну, не сказал бы, что прям вот все очень просто, потому что все очень скучно. Ну, у меня тогда так было. Достаточно скучно долго там перегонять отряды, которые ты нанимаешь по всей своей империи, сгоняешь. Идешь в атаку. Ну, слонами поиграть, ну, как-то прикольно. Хотя вот то, что сейчас разрешают включить камеру, да, вот эту, синематик. Ну, такой вид от третьего лица. Это вообще было бы здесь круто. С таким слоном-то мощным. В Вархаммере с мамонтом-то интересно бывает погулять. Ого, Харат, Харат. Харат, давай, вспомнил о Харат. Получай, брат. Вспомнил, Харат, получай и распишись, брат. Неужели нам вылазку? Нам, 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 наверное, да. Сейчас лучше сделать вылазку у черных урат. Здесь тоже в Миносморголе, по идее, лучше сделать вылазку. Наверняка, чтобы нас не окружили, не задавили. Ну, в Миносморголе там, нас вряд ли задавят. Там огромнейшая толпа будет. Мы там будем долго стоять сражаться. Очередная мега-серия будет. Если они решатся вновь на штурм. Ну, тут Мордор какой-то очкучник. Прямо боится нападать. Даже отсюда стэк толком-то не выводит. По чуть-чуть он его раздербанил, но весь... Так и не зарасходовал. Скажем так. Так, Мишки, 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 Мишки. Мишки, объединяем вас. Я вас все равно... Не переобучу. А вас, если что, можно это переобучить. Так, отлично. Культура здесь есть. Тут все нормально. Сейчас в атаку переходить. Черные врата будут нас спонсировать. А мы сидим в нормальной крепости. Где будут еще вышки нам помогать. Где будут какие-то укрепления. Несколько таких серьезных стен. Хотя, блин, в меди практически всегда, если ты проиграл первый... Прямо уровень стен, да... Первую, заградительную... Эту нашу спасительную... Стену, то... Дальше уже... Это честно. Так. Попытки нанести как можно больше урон. Ну что? У него есть арта. У нас нет кавалерии. Но у нас есть кавалерия вот здесь. Так что подгоняем ее. Подгоняем кавалерию сюда. Блин, а они не хотят подходить к подкреплению. Мне вот эта стена на карте мешает. Косяк. Косяк. Ладно, сражаемся. Пес с вами. Без кавалерии посражаемся. Без кавалерии. По идее, можно было бы мне, опять, да, вне записи, с Минас Морглом там разобраться. В плане вот эти стейки поразбивать. Выйти из города. Но. Мне интересно, чтобы они тоже город осадили. Вот как с черными вратами. Сыграть чуть-чуть от обороны. И можем в контрнаступление идти. На самом деле, даже сейчас я бы, может быть, и здесь как-то так играл. Таким бы... Блин, они реально идут с внутренней стороны исключительно. И хорошо бы можно было подступить сюда, но тут площадь. Но тут площадь. Его рта будет наносить огромнейший урон. Ладно. Переживем. Сейчас немножко сделаем. Ну, и чё вы. Капризничаете, псы. Эльфийские. Ну. Растягивайтесь. Вот так вот. Отлично. Ставим. Ну, хочется верить, что это поможет нам свести потери к минимуму. Лучников. Отводим назад. Вот они. Синхронники наши. Бальники. Бальники. А вы бальники, эльфы или не бальники? Так. Медведи. Чуть подальше. А этих эльфов всё-таки немножко вперёд сейчас поднимем. Через альт, как в новых играх, к сожалению, этого делать здесь нельзя. Но будем использовать, что есть. Куда деваться. Ускоряемся. Снова мы у этих чёрных врат. Здесь уже немножко другая погода. Уже не так мрачно. Уже не так темно. Мы днём выходим. Вот она постройка наша. Сейчас я скорость уменьшу. Что там кипиша никакого экстренного не случилось. И понаблюдаем ещё раз. В прошлой серии мы тут защищали стены. По сути, стену. По сути, это вот примерно так проходят сейчас все сражения в Архамбере. А-ля Чёрные врата. Ну или а-ля даже тот же Минастерит. А-ля Хельмопот. Мне кажется, вот почему-то даже креативщики вдохновлялись именно этими легендарными территориями. Так, отлично. Они отступают. Смотрите. Сейчас давайте включу интерфейс. И всё-таки побежим тогда бегом. Раз такое дело, нам нужно ускоряться. Раз они решили не встречать нас здесь. Ну, в целом, это в духе искусного интеллекта. Он так всегда обычно и делает. Бегом сюда. Давайте лучники. Всё, бегом-бегом-бегом-бегом-бегом-бегом. Они даже вышки отталкивают зачем-то. Таран уводят. Ну, это же... Теререм-теререм-теререм-теререм. Так. Лучники. Огонь. 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 Даже вот вы можете вот сюда стрелять. Тут, кстати, полководец где? Полководец вроде бы далеко. Да, полководцы сейчас не должны дотянуться. Я буду на это надеяться. Что нас сейчас спасёт всё это. Вперёд, 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 вперёд. Вперёд, вперёд. Лучники, переключайтесь на другие отряды. Сражаемся, медвежатники. В бой, в бой, в бой, в бой, в бой. Нам нужно орду накрыть. Ну, часть армии не участвует, по сути, в драке-то. Часть армии игнорирует наше сражение. Всё-таки вас сейчас отправлю я зацепить арту, дабы лучников переключить на более необходимые цели. Например, вот сюда орки-налётчики продолжат бить в спины. Ну, можно полководцам приказать здесь же продолжать работать. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Цепляй их. Медвежатники, работаем. Отлично. Прорвали кусочек. Здесь мы даже не будем сейчас пытаться бить в спину, потому что тут будут заходить наши лучники. Все. Абсолютно все лучники заходят сюда. А вы уже бьёте в тыл. Медвежатники, в бой! Во вселенной властелин колец. Всё. Наши. Наши не знают жалости. Главное, сейчас ещё переобучить бы, конечно. Было бы неплохо. Ну, хоть немного. Давай-давай-давай. Вот сюда. Ой! Сдулись. Сдулись. Работайте, работайте по этим стражам. Они единственные, по ком сейчас нам выгодно ещё как-то стрелять. Хотя вот здесь если отвезти, ребят, вот сюда. Вот сейчас мы отведём и переключим. Тем более это стрелки и по ним сейчас... Ой, как хорошо будут лучники работать. Сражаются насмерть, но пусть сражаются. Пусть сражаются. Ну, к сожалению, в меди, чтобы отключить интерфейс, приходится вот так вот химичить махинашем. А где-то здесь может быть Фродо, которого орки толпой затащили, и он не успел спрятаться. Но что вы с ними возитесь-то ещё? Товарищи полководцы, попрошу вас сюда. Эх, а эти сражаются. Ну что, давайте тогда фланговый манёвр будем делать. Куда деваться? Без обхода с тыла, с фланга они здесь не хотят бежать, однако. Простые орки, но тем не менее даже в такой ситуации сражаются. Но в меди очень сильно решал заход с фланга или с тыла. как и в Риме. Хотя в Риме, блин, я помню, если ставить в битве очень сложную, да, очень сложную сложность хотел сказать, то даже крестьяне сражались в ситуации, когда тебе вот такой вот в тыл кто-то тычет палкой, а они мазохисты. Они не бегут, они могут сражаться и дело даже не в том, что они стоят насмерть. Они просто сражаются. Они просто не сдаются. А твои же элитные войска ну запросто при желании могут побежать развернуться от крестьян. Их ничего не стесняет. Их не полководец твой, который стоит смотрит на них. Ничего не может повлиять. В новых играх уже ну ну да, мораль еще более-менее как бы там апается. То, что они бегут не так быстро, но они не превращаются в терминатора, на мой взгляд. Но после первого рима, в принципе, меди, наверное, я еще долго всегда уровень сложности битв ставил на средний, помня, что это было нереально что-то. Это было что-то нереально сражаться с армиями на очень-очень высоких сложностях. Это было давно, но это было так. Так, не преследуйте, рейнджеры, помогите здесь. Это было, это часть истории, можно сказать, Total War. расстреливаем как можно больше этот отряд и завершаем. Можно было и больше, да. скажет расстрелять, но уже смысла я не вижу. Может быть этот отряд, этот степ конкретно все-таки распадется и не видать ему вообще никого и ничего. Никакой победы и никакой жизни. Казнить нельзя помиловать. Ну тут стек идет. А мы скажите мне, катапульту в плен взяли троих, да? Ну давай выкуп предложим. Он откажется и мы всех казним. Отлично, замечательно. И стек уничтожили. О, круто. Это мне нравится. Да у нас уже давно враждебные. Нереально враждебные беды. назвал. Тут можно было бы как раз сейчас контратаку провести, быстро крепость забрать. Тиририрем, 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 тиририрем. А в тыл здесь посадить ну неполный стек, которого я надеюсь хватило, чтобы отбиться от этих ребят. Тут мне еще наемники пригодились. Тоже такая тема. Вполне симпатично. Во, давай наймем тебя. Здесь у нас есть что-то по найму? Нет, к зажалению. Давай здесь тогда по найму берем. Здесь по найму берем. Из ближайших селений надо брать. Давай лучников здесь тоже все-таки возьмем. Берем элиту. У нас по деньгам хватает, все. Пусть и топорники сейчас пойдут в ход. Вас отправим в бой. Так вот, рейнджеры. Перед, вперед. Вы тут долго будете идти, но хоть как-то быстрее. это пополнит наши ряды. Это хоть как-то облегчит нашу судьбу. Судьбинушку! Кто пойдет в поход? Здесь сколько? Шесть отрядов, да? Шесть отрядов. Оставляем четыре в городе. Четыре отряда в городе. Самые покоцанные оставим. Еще четыре. Так вот, копейщик останется и хранители. хранители еще не сильно. Вот, сорок четыре все-таки. Тебя. Отлично. Вот, четыре отряда. Выводим из города армию. Блин, тебя нужно сначала в город завести. То есть в процессе потом вывести. А мы не достанем тогда. вот в чем проблема. Проблема в этом есть. И мы можем не успеть вернуться даже. Ладно. Тогда сделаем следующим образом. Вот таким. И ждем. Этот стек все-таки наступает наверное. отобьемся как-нибудь. Я надеюсь эльфийские боги нас не оставят. На этом ходу мы проверяли. что-то еще раз захотелось проверить. Вдруг что-то произошло поинтересно. Там резкая культура повысилась. Мы бы оккультурили нереально местных орков, призраков и всякую другую тварь местную. Все бы они стали изысканными эльфами прям ну мега такими культурными. Страшно представить орков в таких фартуках, каких-нибудь фраках, в цилиндрах, с тростью. Хотя есть конечно варианты в интернете арты я как-то видел когда орков в таком виде представляют. Но это во вселенной властелин колец. Я не знаю, я скорее поверю в подобную Вархаммере. Что там появится такой интеллигентный орк с трубкой например так с моноклем. Еще такая пачечка на шее аристократическая. Так здесь подкрепление армия наверное зацепит если нападет большую армию наша зацепит если нападем на маленький стек. Сражению будет большое но не сильно опять разнообразно. Так кандидат на усыновление давай окей к легуласу подошел еще один отличный рохан очень хороший мастерская бронника поля 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 давай дальше мастерскую чем у нас по деньгам есть у нас по деньгам есть возможности конюшню здесь можем еще возвести галерею здесь продолжаем все таки на культуру делать упор великую галерею сейчас о здесь даже есть отряд для найма наконец-таки появился круто круто есть даже возможность переобучить кого-нибудь из лучников нанять еще нет наверное на следующий ход у нас появится возможность нанять этих самых лучников сейчас только переобучить давайте не будем так это отремонтировалось это мы уже видели 84 золотых заработал вот это богатство что у тебя здесь мордор по твоим внутренним землям я не сильно хорошо помню что да как обычно когда мордор захватишь ну вот как-то вот таким вот образом дальше все шло ну тем вообще легко прям по маслу резалась и жизнь была прекрасна да вот здесь нужно делать вылазку здесь сто процентов нужно делать вылазку разбивать этот стек здесь куча арты здесь куча 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 всего значит леголос бери свою банду бери свою банду элита есть нам сколько 9 да не 8 тут же по 10 по 10 отрядов 8 мы отправляем на помощь не всех полководцев даже возьмем сейчас новичка также не будем брать берем вот 5 полководцев кавалерия два отряда есть копейщики ну оставим давайте вот возьмем эльфов вот как-то так давай присоединяем и леголос начинает уничтожать причем мы нападаем на вот этот стек чтобы другие отряды арты они шли очень долго медленно и ковыляли там хромали как могли так и хромали так ну что я предлагаю вообще тогда вне записи я сейчас разобью стеки которые подходят к черным вратам наверное сделаю это на этом же ходу ну да сделаем на этом же ходу чтобы если вдруг минус хотя если минус осадят сохранюсь и с этого момента начнется запись можно будет и так сделать в крайнем случае случай бывает разный когда он крайне это не всегда хорошо есть что вас нужно отвезти подальше почему ты не можешь колышки поставить давайте вас отведем подальше вот здесь есть хоум как раз то что вы любите ставьте колышки элита не бежать не бежать никто не бежит все стоят и вы стойте все стоят кавалерия начнешь отсюда хотя можно с двух сторон зайти нам нужно вынести сейчас троллинную катапульту ого прям подкрепление рядом с ними появляется это я модно поставил модно молодежно рейнджеров отводим хотя у рейнджеров позиции тут не особо ну ладно бегом рейнджеры бегом 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 заходите вот отсюда делайте маневр тогда с этими троллями постарается разобраться одна кавалерия а вы будете заниматься уже подходящими войсками вперед 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 что у нас здесь орки налетчики летчики залетчики давай 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 шуруй 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 серьезно вы решили обстреливать вот этот отряд но сейчас даже наверное не будем пытаться делать натиск пора стреливаем пока лукхаев что кавалерия уйдет очень легко от их залпа сейчас вот от всех орудий вернуться вряд ли получится но они все орудия на нас и направляют ну давай 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 я понимаю что ты с натиском быстрее бы справился ну окей давай уговорил натиск так натиск это я смотрю здесь слишком много всех этих капитанов полководцев жирных троллей давай 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 ну ну где натиск не не все 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 отставить тролли тролли проснулись вперед вперед баллисту баллисту уничтожаем держать позиции ничего не говорил про позиции говорю делай натиск делай красиво он разворачивает арту на меня да ну в целом она будет привязана к этой точке тогда хорошо отступай отступай ничего страшного значит все будет тихо значит все будет сейчас спокойно одного тролля мы уже забили вот полководца еще все-таки расстреляли но тролль жив тролль жив отступай кавалерия главное на свои коля не нарвись это не аренка тем более ее снова поставили на паузу да хотя и в аренке в свое время тоже коля наносили урон всем и офигеть было как жестко когда какой-нибудь союзник воткнул коля там где их не видно ты бежишь и весь отряд твой просто в хлам ведь коля раньше ну могли уничтожить целиком один отряд запросто если ты напоролся и не заметил смотришь что у тебя отряда резко нет практически моментально так делай маневр делай маневр а может вот сюда тебя отправить давай 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 маневр вот сюда потихонечку потихонечку а теперь опа баллиста баллиста в нас крути педали пока не дали ай с троллями смотрите что произошло забавно я думаю чё тролли здесь стоят не могут определиться как зачем почему они не могут вступить в битву нормально один отряд там застел ну одна баллиста точнее один анагар все кавалерия сейчас свое дело грязное сделаем потом вы начнете расстреливать эту катапульту и жизнь наладится вперед главное уничтожить арту я не позволю убить еще одного короля нашего таким нелепым способом где там рок ваш уничтожаем 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 их да ладно включи мне отряды вот отлично так друзья становитесь вот сюда вас даже атаковать сейчас не получится а ну-ка если мы немножко поэкспериментируем нет вроде бы катапульты можно атаковать нет нельзя блин а это плохо хотя они сами атакуют вот сами атакуют это хорошо просто если мы не сможем троллей убить по времени мы можем просто проиграть искусственный интеллект скажет что ты не успел выиграть ты не успел прокинуть всех бегство улукхай они даже не вступили в бой лучше даже они были бы сейчас в строю полноценно сражались с нами чем так очень нехорошо поступили что вы все уже не стреляйте вот сюда давай мы вас подведем в общем придется думать насчет этих улукхаев если реально сейчас мы не сможем из-за них выиграть что-то что-то будет неприятное давай легалос как ты начнешь стрелять сейчас мы будем замедлять вот отлично хотя еще давай вот подождем часового часовых нужно дождаться и и не забываем включить оборону о том наши побегут сейчас спасать человечество отставить отлично тролль пал у вас ребятки можно сосредоточить даже на громилах получше остальные распределяйтесь там как хотите вот каждый себе по цели берет автоматом раскидывает и что нам делать не пехоту не будем сейчас отправлять сюда если они начнут сражаться реально это получится нехорошо а вот хай ухал ухал читерный компьютер концентрируемся на этом отряде полководцы концентрируемся на центральном ну а вы наши уважаемые часовые чисто так по задним рядам бить по галерке по галерке да уж да они бегут полководец убит но лукхайм то этого не объяснить если бы обычно катапульта еще так погибло был бы вариант что они просто сбежали бы все так мы убили всех о лукхай зашли в бой тихо 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 молодцы какие красавцы удалые удалые все значит работаем сейчас кавалерии немножко быстро добиваем и больше не переживаем делаем натиск делаем натиск все натиск не прошел ты там сильно не борзей по пятой точке лукхаю там бьешь а в итоге ты еще и получишь а ну-ка если натиск так на этот отряд не хотят делать ладно давай 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 опа они бросили как бросить баллисты нет они вернулись натиск 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 ну натиск делайте ну во 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 уже посимпатичней вроде бы даже засчитали нам натиск в поле с вами не так интересно в принципе баллисту вынести остальное дело техники именно стрелковой техники отступать 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 надо было второй отряд не бросать сюда сразу же а то они а то они только повернулись готовы морду бить тем а здесь под горячую руку попадает другой отряд замечательно вам тоже дадим потыкать палками в эту тухлую рыбу серьезно вы это орудие решили взять неожиданно то есть вам лень стала тащить свои вам просто стало лень на тащить я бы не сказал бы что вы от этого быстрее намного шли вы примерно так же и с машинами бы дошли с машинами войны все потеря всего лишь три всадника безоговорочная победа в целом примерно так же мы сейчас разобьем остальные уже штурм замка наверное запишем а там может минус моргул начнут штурмовать ну и под минус моргулом разберемся потом с остальными ну на выход не хочешь платить получай тогда посылки с головами своих уруков урук мотать отношения ухудшились вот здесь я тогда предлагаю внезаписи их разбить быстренько подойти к городу и уже штурмовать его даже если там не будет слишком хорошей защиты там вряд ли будет хорошая защита даже скрипт я думаю не сработает мы разыграем посмотрим вдруг все таки мордор тут уже не пойдет в атаку иметь представление что здесь за город насколько он ванильный либо не ванильный а на этом на сегодня все друзья мои вот такая вот серия сегодня без уникальных построек хотя бы почему ну черные врата мы снова посмотрели совсем малость до следующего видео всем добра субтитры 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 субтитры